Ну что ж, дамы и господа, всех приветствую. Итак, коротко предыстория, почему я решил заказать себе эту штуковину. Значит, купил я себе Xiaomi Mi 9T. В нем есть поддержка aptX HD. Ну, до этого, в общем-то, я всегда пользовался просто aptX. Меня он устраивал, да, очень хороший формат звучания. Особенно учитывая то, что ты, как бы, слушаешь по Bluetooth, и ты всегда готов к тому, что ты миришься с плюс-минус таким посредством звучания. С aptX таких проблем нет, звук действительно хороший, очень добротный. Но есть aptX HD, который, в принципе, является аналогом CD звучания. Значит, я решил поискать различные наушники. Попросил вас в комментариях написать мне модели. Вы накидали разные варианты. Спасибо, круто, на будущее буду знать, посмотрел, добавил в корзину. Но все равно эти наушники плюс-минус в некоторых моментах меня не удовлетворяют. Ну, по разным причинам. В одной модели одно не нравится, в другой другое. И я, короче, начал искать приемник передатчик с поддержкой aptX HD. И нашел, что у бренда Hagibis есть такой передатчик. Вот я его заказал, стоил он мне 35 долларов. Значит, у меня уже есть такой передатчик, только он идет обычный Bluetooth. Также я заказывал такой передатчик от бренда, вернее, приемник от бренда Xiaomi. Если вы помните, такой беленький у меня был. Шикарное качество звучания по той цене, которую он стоил, как бы, ну, меня устраивало. Но хочется двигаться вперед, хочется пользоваться новыми технологиями и тестировать все, что предлагает прогресс. Поэтому для того, чтобы тестировать aptX HD звучание, я решил заказать себе вот такую вот штуковинку. Давайте вскроем. Есть они от разных брендов. Я перебрал, наверное, около пяти разных моделей таких приемников. В общем-то, все те, которые были на Алиэкспрессе, на GearBest, к сожалению, так и не нашел, может быть, плохо искал. Есть поддержка aptX, aptX LL, это Low Latency, как-то так оно называется, то есть с маленькой задержкой, и aptX HD. Все современные прогрессивные форматы, короче, это приблуда поддерживает. Поэтому она очень интересна, как покупка на перспективу. Потому что в будущем буду тестировать новые смартфоны, в которых как раз-таки будет поддержка этих стандартов. Еще один момент, почему я заказал именно Hagibis. Ну, просто я покупал уже от этого бренда разные товары, мне они понравились по качеству, и до сих пор я ими пользуюсь. Также мне понравился дизайн. Так вот, дизайн у этой коробки лично мне показался очень крутым. Эта штука подойдет как переносное устройство просто куда-нибудь в карман. Кстати, очень легкая коробулька, ну прям совсем пушинка, так и как какое-то стационарное устройство, которое будет у вас стоять где-нибудь возле TV-бокса, телевизора и принимать, передавать сигналы туда-назад. Ну, в общем-то, штука очень интересная. Сейчас покажу, что она себе представляет, хотя сам, честно говоря, не сильно знаю. Просто будем вместе знакомиться и решать, стоит ли она своих денег или нет. В комплекте мы получаем гору разных кабелей USB-C для зарядки этой штуки. Этот приемник-передатчик имеет встроенный аккумулятор, поэтому он может работать как от питания, так и без питания. Также есть вот такой вот кабелек, который я, кстати, заказывал отдельно. Это коаксиальный кабель. Здесь у нас есть заглушечки. Все по красоте. Коаксиальный кабель, который совмещен с 3,5 джеком. То есть, например, в том же TV-боксе от Xiaomi есть вот такой вот вход. То есть, в том выходе для наушников, который идет в TV-боксе, к сожалению, сейчас у меня его здесь нет в наличии, там есть вот такой вот совмещенный с оптическим вход-выход получается. Ну и обычный AUX кабель для тех, кто любит подключать устройство через 3,5 мм. Довольно эластичный, приятненький. В длину где-то около, наверное, метра. Инструкция на английском. По дизайну. Ну, напишите, что вы думаете по поводу данной коробочки. Нравится вам такой дизайн или нет. Мне кажется, что им удалось сделать нечто необычное и такое, знаете, универсальное. То, что можно и с собой взять и дома поставить на полочку. SPDIF, AUX вход, также есть вход для питания USB-C и точно такой же AUX SPDIF OUT, то есть выход. С этой стороны у нас есть возможность переключения на приемник передатчик и также переключения входов AUX, USB, SPDIF. То есть, по USB также можно передавать сигналы, судя по всему, но как это делать, я пока еще не знаю. Также у нас здесь есть такая кнопка, скорее всего многофункциональная. Зажимаем, появляется индикация светодиодная и он в какой-то режим там переходит. В общем-то, сейчас буду изучать. Снизу у нас имеется прорезиненная ножка, одна большая, но она очень интересная, хитрая. То есть, она по всей плоскости. И за счет этого устройство не скользит. Вы знаете, оно очень устойчивое, шикарно. Приятный такой пластик используется, матовый. Мне нравится, что матовый. Кнопка глянцевая, ну для того, чтобы, наверное, выделялась. Если бы кнопку сделали матовый, было бы более красиво, как на мой взгляд. Значит, синий-красный, скорее всего, устройство готово к сопряжению. Сейчас будем сопрягать с моим Mi 9T. И сделаем определенные выводы уже сейчас по звучанию. Вот видно, что Hagibis X5 появился. Подключаем. Все отлично. И посмотрите, формат подключения aptX HD. Все, как я и хотел. Теперь эта штука позволит принимать звук отсюда в высоченном качестве и передавать его на наушники. Уже сейчас я протестирую, как мне звук, расскажу свои впечатления. Ну и потом чуть-чуть попользуюсь, может быть, пару часов, пару дней. И сюда вклею, как мне эта штука в обычном бытовом использовании. И к тому же расскажу, как мне разные форматы передачи звука. Понравились, не понравились. Ну и разберусь, как по USB Type-C передавать звук. Потому что вроде как поддерживает. Ну что, дамы и господа. Небольшой опыт использования этой железячки. Значит, у меня вот я сейчас только что снял наушники. Честно скажу, у меня мурашки по коже. Я не знаю, наверное, не будет видно мурашки. Потому что, фу, до сих пор идут мураши прям по коже. Потому что, ну, я как бы не ожидал, что устройство Bluetooth может передавать так высококачественный звук. Я привык к тому, что aptX это good. Но когда я послушал вот эту железячку, aptX HD, это, это дорогого стоит. На самом деле, ну, я думал, что мое вот внедрение в эту технологию aptX HD будет не таким ярким. Фух, ну что, выдохнул. Итак, теперь сухо. Значит, по звуку он мне нравится. Сказать о том, что он сбалансированный, о том, что тут нет каких-то выпирающих частот, это ничего не сказать. Потому что он действительно такой, какая является фонограмма. То есть, я слушаю фонограмму, я просто знаю, как звучит фонограмма определенная. То есть, есть треки, которые я уже затер до дыры. Я знаю, как они звучат. И я знаю, где, как писалась даже эта музыка и так далее. Я даже слушал свои какие-то демо старые, ну, когда я занимался музыкой, свои какие-то демо композиции. И я знаю, где, как сделана эта музыка. И именно для теста я, кстати, запустил вот что-нибудь из старенького, из того, что я вот запилил до дыр. И действительно, звук получается таким, какая есть фонограмма. Вот она лежит на жестком диске. Вот так же она звучит здесь в наушниках, если я подключусь через интерфейс, например, того же MacBook. То есть, звук без потерь. Вообще никаких потерь нет. Может быть, они есть, но они неразличимы слухом. От слова вообще. Поэтому эта штуковинка, это, наверное, мой must-have теперь. И если я буду слушать музыку по Bluetooth, я буду эту штуку всегда с собой таскать, если буду планировать. Слушал, я сразу скажу, на двух моделях наушников. Это вот соньки мои. Sony MDR-XB700. Это наушники, которые для меня лично эталонные, лучшие по звучанию, накладные. Ну, супер. Следующие наушники это были Xiaomi. Xiaomi-шные гибриды Pro второго там поколения или как они там правильно называются. Ну, короче, если кому-то интересно, я скину на них ссылку там или картинку. Я, честно, в этих моделях Xiaomi не могу никак разобраться до конца. В названиях этих наушников Xiaomi не разберется никто, мне кажется. Потому что они постоянно их меняют. Линейки одни бросают, продолжают другие. И вот так вот. Где пистоны? Нет пистонов. А потом оказывается через поколение, что пистоны были вот эти. А это, оказывается, были не пистоны. Короче. В любом случае, послушал с затычками, с вакуумными, да. Послушал вот с такими накладными. И просто в шоке. Насколько круто все звучит. Протестировал на дальность и на преграды. Использовал эту штуковинку с преградами в три стены. Ловит прекрасно вообще без сучка, без задоринки. Никаких прерываний, ничего. Единственное затыки были, когда я уже взял эту штуку и повернулся. Вот, то есть, идет смартфон. Я тестировал на Xiaomi Mi 9T и на Xiaomi Mi 9. Это два моих основных смартфона. Поэтому я, конечно же, тест проводил именно с ними. Да, в принципе, у меня вот Samsung Galaxy S8 Plus еще есть. Но я его уже не использую. Я его уже выставил на продажу. Ну, я не знаю, есть ли там APTX HD. Если кому-то интересно и он там есть, попросите. Я проведу отдельно тест и скажу, работает, не работает. В комментариях отвечу. Но, в любом случае, вот с Xiaomi-шными телефонами работает прекрасно. Так вот, когда идет телефон, потом идет три стены. И, в общем-то, эта штука работает отлично. Но стоит мне загородить уже с собой. То есть, уже когда я являюсь стеной четвертой. Вот тогда уже начинаются затыки. А так, вообще никаких проблем. Ну, то есть, понятное дело, что такое бывает даже, если вы просто возьмете вот так вот смартфон. И заведете Bluetooth наушники за спину. То есть, очень плохо Bluetooth пропускает, Bluetooth сигнал пропускает наше тело. То есть, если нет никаких отражений, переотражений, то, скорее всего, Bluetooth будет прерываться. Поэтому эта штука очень мощная, уж поверьте. И единственный момент, который меня, даже нет, два момента. Первое, это то, что я не смог разобраться, как она работает в режиме передачи сигнала. То есть, я пытался эти рычажки, переключал и так, и так, и подключался. Смартфон не хочет к ней подключаться для передачи сигнала. То есть, для того, чтобы принять от нее сигнал на себя. Что нужно сделать? Как это работает? Я так еще не разобрался. Инструкция на английском. Вроде с английским я не сильно, прямо на вы. Но как-то не получилось понять. Все сделал по инструкции. В режиме передачи сигнала она у меня не запустилась. Ну, как бы, может быть, она и работает, но я так и не смог проверить. Буду еще кумекать, буду еще тыкать. Ну, вот, в течение вчерашнего дня я пытался. Сегодня уже я что-то опустил руки, потом попробую. В принципе, в режиме передачи мне она и не нужна. Это для меня больше приемник APTX сигнала. Но хотелось бы, если эта опция есть, хотелось бы ее использовать. Ну, и следующий момент, который хотелось бы отметить. Если приемник будет находиться на близком расстоянии с телефоном, то никаких проблем, все отлично. Но стоит его отвести где-то на расстояние полметра, то в паузе, когда вот играет музыка, потом вы нажимаете на паузу, вы слышите такой посторонний шум, знаете, как от приемника. Этот шум исчезает, как только смартфон на паузе, ну, там где-то примерно секунд 10-15, может, 20. То есть, это такой шум передачи данных, я бы так это назвал. Но этот шум исчезает, когда эта штука находится рядом со смартфоном в непосредственной близости. Если далеко от смартфона, то он будет, но будет недолгим. Его слышно только, если вы поставили там музыку на паузу, то его слышно недолго. Ну, или если вы слушаете очень тихую какую-то композицию, прям вот на минимальной громкости и очень тихую, тогда вы, может быть, еще что-то услышите. Но так, в целом, его не слышно, особенно, когда слушаешь на максимальной громкости. Вообще никаких проблем. Это просто такой небольшой нюанс. Следующий момент, это то, что очень устойчивая приблуда. Она у меня стояла на столе, и, как бы, даже если заденешь наушниками, она не сильно-то стремится куда-то соскочить, потому что очень устойчивые ножки. Легкая, симпатичная. По автономности ничего не могу сказать, потому что не тестировал, может быть, протестирую, если будет время. Но пока что, вот то, что я хотел, я это получил, и даже получил больше того, чего я хотел, потому что я не ожидал, что звук будет таким прямо вау. Звук реально шикарный, с любыми наушниками, с любыми смартфонами, ну, с которыми я тестировал, с любыми фонограммами. Некоторые фонограммы для меня даже раскрылись немножко по-другому. Может быть, это как-то эффект плацебо, но я где-то начал слышать что-то другое, что-то чуть больше сцену, чуть больше инструментов, чуть больше каких-то вещей, которые были заложены в трек, или которые раньше были на таком тихом уровне, сейчас они как будто бы чуть поднялись, то есть более сбалансированно стало звучать. Может быть, это я себя убедил, но эта штука вот 100%, вот на 100% мне понравилась. Если не считать, те два небольших момента, которые я назвал. Если они для вас не критичны, а для меня лично они не критичны, потому что, как я уже говорил, в качестве передатчика звука нужно просто разобраться. Я более чем уверен, что эта штука работает. Даже если не работает, для меня не критично. И вот этот момент только на тихой, очень тихой громкости, либо в паузе, и то недолго, вы будете слышать такое небольшое хрипение. Ну, такое, знаете, как когда радио плохо ловит, слышен такой посторонний звук. Вот и все. Вот такой вот небольшой опыт использования. Если вам понравилось, если было полезным, не забудьте поддержать. Я оставлю ссылку на эту штуку в описании. Вы можете посмотреть, если вас цена устроит. Сразу скажу, что я рассматривал много разных моделей. И вот эта штука победила по Bluetooth, потому что здесь самый свежий Bluetooth используется. Потому что здесь у нас USB Type-C. Для меня это важно, потому что у меня практически вся техника. Я уже ее перевел на USB Type-C. Поэтому, ну, тут смотрите сами, но дизайн тоже отличный. Легкий, красивый. То есть, я бы не сказал, что тут можно к чему-то прицепиться. Но, может быть, глянцевую кнопку можно было сделать не глянцевой, а матовой. Вот и все. Не забудьте, что если будете покупать на Алиэкспрессе, там, да, или где захотите, где вы найдете дешевле эту приблуду, то пользуйтесь кэшбэком. Я пользуюсь двумя кэшбэками. Ссылки у них тоже в описании. И, конечно, в группе ВКонтакте вы найдете интересные скидки, акции, новости, там, распродажи, купоны. Я туда постоянно укладываю, чтобы вы могли покупать так же со скидкой, как это делаю я. Хорошего вам настроения. Все вопросы жду в комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok